И люди по отношению к Курану делятся на четыре категории. Первая категория. Скажите все Амин. Скажите все Амин. Дай Аллах, чтобы мы были из этой категории. По отношению к Курану. Всевышний сказал. Это те, которые читают Куран по ночам. И делают земные поклоны. То есть через Куран ночью просыпаются и поклоняются Аллаху. Читают ночные молитвы. Вторая категория. Это те люди, у которых есть ежедневный уирт. Ежедневный, например, он повторяет или читает сколько-то из Курана. Каждый из вас это есть, альхамдуля, сейчас в Рамадане. Тем более, кто-то один джуз повторяет из головы. Кто-то два, кто-то три джуза. Кто-то не из головы. Кто-то наизусть, если не знает, то читает, глядя. Постоянно, каждый день у него есть определенное количество аятов, которые он повторяет. Аллах в Куране говорит. Читайте то, что вам легко из него. То, что не споснуло из него. То есть какое-то определенное количество. Третье. Это те люди, которые не могут читать Куран, но любят его слушать. Аллах в Куране говорит. И когда читается Куран, слушайте его, прислушайтесь к нему. То есть, слушайте, возьмите для себя что-то из него. Может быть, Аллах проявит к вам свою милость. Когда мы учились в Саудии, нам шейх рассказывал то, что в Медине, в Медине, в мечети пророка Мухаммада, салаллаху алей саламе, есть халяка Тахфидр-Куран. В каждой мечети есть, это в Саудии, кружки по изучению Курана. И вот в Медине один бедуин приходил и садился среди этих часов. Он сам читать не мог, но любил слушать. Садился к одному, сидит и слушает, как он считает. Идет к другому, слушает, как бы ему нравилось слушать. И в один момент, когда постоянно он приходил, слушал, в Куране есть 15 мест, где нужно сделать земной поклон. Когда доходишь до аята, нужно сделать земной поклон. И вот этот чсет дошел до этого аята, сделал земной поклон. И тот, кто его слушал, бедуин, тоже вместе с ним сделал земной поклон. Тот, кто читал, встал с этого поклона, а тот, кто слушал постоянно, не встал, умер. Аллах забрал его душу в тот момент Когда он находился в саджде В земном поклоне Поэтому Аллах в Коране говорит Может быть Аллах проявит к вам свою милость Этому брату Аллах проявил свою милость Он любил Коран, любил слушать Не мог читать, но любил слушать Аллах проявил ему свою милость Может быть Аллах проявит вам свою милость Поэтому он так же воскресен Судный день в земном поклоне Рок Мухаммад сказал То, кто на чем жил, на этом и умрет. А то, кто на чем умер, на этом и воскреснет в судный день. То есть, он воскреснет перед Аллахом в земном поклоне. То есть, другая же история. Шейх Мухаммад Хассан в своей книге писал. То, что один из в Египте пришел к нему и плачет. То, что его отец умер. На что он сказал, сынок мой, смерть это истина. То есть, каждый из нас умрет, покидает жизнь. Поэтому, говорит, я не плачу из-за того, что он умер. Я плачу из-за того, как он умер. А как он умер? Он умер, астахфороллах. Лицо его было в туалет, то есть, в унитазе. Его вырывало и он также умер. Лицом в унитаз. Он спросил у мамы, чем он занимался. На что он спросился? Он давал и брал деньги под проценты. Кушал рыба. Кушал проценты. И так он покидал эту жизнь. То, кто на чем жил, на этом и умрет. Поэтому, уважаемые, братья и сестры, всегда, как пророк Мухаммад сказал, пусть твой язык всегда будет поминать Аллаха. Будет мокрым, когда постоянно что-то говоришь, он у тебя мокрый, от поминания Аллаха. Если человек, астахфороллах, всю жизнь выражается плохими словами, матерится, он думает, что перед смертью скажет, нет, то, что он говорил, это когда увидит ангела смерти, это и закрикнет. Это и скажет. Но если всегда у него было, когда заходил в уборную, он брал вот это платье, и брал в рот, как сувал. Когда у него спросили, почему ты, говорит, в туалет, когда заходишь, в рот берешь свою одежду, я боюсь там произнести имя Аллаха. Постоянно произносил имя Аллаха, зикр делал. Поэтому, кто на чем жил, на этом он и умрет. И четвертая категория людей по отношению к Курану, скажите Амин. Я прошу Аллаха, чтобы мы, наши дети, близкие, не были из числа этой категории. Это те, та категория, которая оставила Куран. Это та категория, которая забыла Куран. Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал в Куране, И сказал посланник Мухаммад, обращаясь к Аллаху, Я, Раби, О мой Господь, поистине мой народ, сделал хиджру, переселение от Курана. То есть махджур, то есть оставил Куран, отдалился от Курана. Поэтому дай Аллах, Субхану Ва Та'ля, чтобы мы были с Кураном.